Камбар 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 Перечень отходов. Да. Всегда была общая, по большому счету, информация. Первый и второй класс опасности. Это очень большой спектр. Теперь, как я понимаю, появилась конкретика, что повезут в Удмуртию. Абсолютно точно. То есть мы сформировали 350 видов отходов, которые, как мы планируем, поедут в Удмуртскую республику по мере их образования. Такой перечень мы приложили к нашим материалам. Соответственно, по каждому из видов отходов мы дали то технологическое решение, которое позволит его переработать и вовлечь обратно в хозяйственный оборот. Укрупненно все технологии переработки отходов мы сформировали по трем направлениям. Это физико-химическая переработка отходов. Это технологии демеркуризации, то есть переработки ртуц, содержащих отходов. Это высокотемпературная обработка отходов. Вы сказали 350. То есть это не значит, что будет применено 350 разных технологий. Их будет как раз три только. Абсолютно точно. Это, конечно, не 350 технологий. Надо понимать, что под технологией понимается комплекс различных решений, узлов технологических и оборудования. Все технологии, которые будут использоваться на объекте, взаимоувязаны. Потоки с одних узлов технологических являются исходным сырьем для других технологических узлов. То есть это замкнутый цикл, где, по сути дела, продукты переработки одного отхода являются сырьем для переработки другого отхода. Это нам позволяет максимально вовлекать отходы в процесс переработки, извлекая промежуточно все полезные вещества, снижать нагрузку на себестоимость переработки отхода. То есть нет необходимости закупать какие-то специальные реагенты в больших количествах, так как одни отходы являются нейтрализующим агентом для других отходов. Таким образом, все потоки у нас возвращаются на исходное состояние. Мы не имеем сточных вод, которые сбрасываются на рельеф или подлежат очистке перед сбросом. И, соответственно, получаем современные высокотехнологические предприятия, которые отвечают требованиям ресурсов сбережения и экономичности. Но мы не имеем сточных вод, а что мы имеем? Отходы-то какие-то все равно ведь будут? Значит, по практике существования таких заводов в Европе, а их там много, десятки, значит, общее количество отходов, которые сегодня не представляется возможным вовлечь в хозяйство наоборот, занимает десятой доли процента. Да, такие отходы у нас, мы вполне допускаем, будут образовываться. Это малоопасные соли инертные, которые содержат какие-то специфические вещества. Они будут вывозиться на специализированные полигоны, которые в основном находятся у нас в Сибири, где они уже будут в недрах размещаться. Но это будут буквально десятки тонн этих отходов в год. Можно ли пример какой-то? Вот какое-то вещество мы перерабатываем, оно становится катализатором или чем-то для другой цепочки, ну и во что-то там дальше превращается. Например? Самый простой пример – это ртутная лампа. Берем ртутную лампу, она состоит из стекла, она состоит из металлической части, и она состоит из элемента, содержащего ртут. Соответственно, на технологической линии эта ртутная лампа проходит целый ряд стадий. Сперва отделяется стеклянная часть, на другом узле отделяется металлическая часть. Они проходят обработку для того, чтобы исключить возможность нахождения на них ртути. Дальше ртуть, содержащая часть, попадает в специальную установку, где она нагревается. Происходит улетучивание ртути. Этот поток уносится на узел, где это обратно охлаждается. Ртуть конденсируется, это товарный продукт, сегодня востребован на рынке. Соответственно, на выходе из отхода второго класса опасности мы имеем стеклобой, который является вторичным сырьем, чистые абсолютно металлические клопачки, которые чистое абсолютно вторичное сырье, и ртуть, это вторичное сырье. Это яркий пример безотходности технологии переработки отходов первого и второго класса опасности. А еще? Что еще? Например, шламы. Шламы от металлургических обрабатывающих каких-то предприятий. То есть это у нас водный раствор, который содержит в своем составе органическую составляющую, соли тяжелых металлов, шлаки, шламы. Самое опасное в этом соли тяжелых металлов. Соответственно, этот отход проходит несколько стадий обработки различными химическими реагентами. Одни из них нейтрализуют кислоту, которая содержится в этом отходе. Другие переводят соли в малоопасное состояние. Полезные элементы переводят в комплексы, которые потом разлагаются с извлечением этих ценных металлов. Сточная вода, которая после отделения от этой солевой фракции возвращается обратно в технологический цикл. В результате из шлака, который представляет собой такую тяжелую жидкость, мы получаем воду. В технологический процесс мы получаем металлы, которые имеют существенную ценность. Это никель, цинк, кадмий. Соответственно, мы получаем шлак, который у нас идет на высокотемпературную переработку, смешивается с минеральной матрицей. И мы получаем материал, который может использоваться, например, для рекультивации полигонов ТКО для пересыпки, для чего сегодня используется песок, для строительных работ, как это широко используется в Германии. То есть фактически товарный материал. При этом отходов у нас ноль. Вы так здорово рассказываете. У меня такое ощущение, что, наверное, любой регион бы прям вот с радостью схватился за такой завод. Давайте у нас его построим. Почему, как Вы полагаете, люди все-таки не пока, не слишком соглашаются с тем, что да, Удмуртия он нужен? Потому что люди воспринимают отходы первого, второго класса опасности только с одной стороны. Как вещества, которые представляют опасность, как вещества, которые они в репортажах видят как загрязняющую окружающую среду, то есть негативную. Никто никогда не рассматривал эту область с точки зрения ее переработки, с точки зрения исключения негативного воздействия и возврата в хозяйственный оборот. Это тот путь, которым прошли все западные страны. Там 70-х и 80-х годов они этот процесс начали. Сегодня у них в крупных городах десятки этих предприятий перерабатывают. Никто даже не задумывается над ситуацией, когда опасный отход, отход первого, второго класса опасности может попасть в окружающую среду, в грунт, загрязнить воды. Для них это сегодня какой-то нонсенс, это исключено. Да, сегодня они понимают, как работают эти предприятия. Они видят результаты мониторинга этих предприятий. Они видят результаты оценки на окружающую среду этих предприятий. И они им понятны, они для них безопасны. Они с этим абсолютно нормально живут. Для них это такая же обыденная история, как для нас ТЭЦ и так далее. Надо просто уметь с этим работать. Вы сказали, что вы приехали, чтобы дать какие-то разъяснения по поводу слабых мест. Вот слабое место – это не информированность или что-то еще есть? Да, в том числе. У людей что-то беспокоит. Люди хотят обратить внимание на какие-то нюансы, которые, по их мнению, при создании таких производств очень важны. Кого-то беспокоят вопросы мониторинга окружающей среды с точки зрения воздействия на воздух. Кого-то беспокоят вопросы возможного загрязнения камы. Кого-то беспокоят вопросы, каким образом будут перерабатываться, что будет в результате, будут ли захоронения. На все эти вопросы мы будем отвечать, будем их прорабатывать вместе, если какие-то из них там недостаточно, по мнению жителей, будут ясны. Вы сказали, в том числе. Какие еще, может быть, на ваш взгляд, есть слабые места? С точки зрения меня слабых мест нет. Но мы прекрасно понимаем, что любой серьезный проект должен всесторонне прорабатываться. Потому что иногда взгляд со стороны позволяет какие-то тонкие моменты отметить. И мы очень рассчитываем, что в нашем обсуждении такие тонкие места с точки зрения экспертного сообщества будут выявлены и соответствующим образом устранены. Экспертное сообщество, как я понимаю, уже успело познакомиться. Есть ли какие-то отклики? Да, нам поступают замечания, предложения. Мы вместе их разъясняем, отрабатываем. Например, волнует многих вопрос мониторинга окружающей среды. Потому что в тех материалах, которые мы направили, там есть и предварительная программа мониторинга. Всех волнует, как будет осуществляться государственный мониторинг состояния окружающей среды вокруг объектов. Каким образом это все будет. Как будет контроль осуществляться поступающих отходов. Как будет контроль при транспортировке осуществляться. И на все эти вопросы они понятны. Значит, они просто за рамками этого инвестпроекта. Мы на них отвечаем, разъясняем. Есть соответствующие правила, законы, порядки. Которые, собственно говоря, естественно, здесь тоже будут учтены. Работала линия, как я понимаю, организованная общественной палатой. И вами в том числе. Да. По сбору мнений. Вот что вы из этой линии подчеркнули интересного? Нужна она была? Да. Для нас она очень ценна. Людей, конечно, волнует безопасность. Они пока не понимают, что это будет завод. Каким образом они смогут получать информацию о его деятельности. В то же время их волнует, когда будут созданы рабочие места. Какие это рабочие места. Будут ли их переобучать. Переподготавливать соответствующим образом. Всю такую информацию мы предоставляем и даем. Мы понимаем, что, собственно говоря, людей волнует две вещи. Это трудоустройство. Это возможность получать достойную зарплату. Но при этом чувствовать себя спокойно с точки зрения безопасности процесса. Естественно, все это мы учитываем. А можете обрисовать, что это будет за предприятие? Столько-то цехов. Столько-то площадь. Насколько изменится внешний вид завода того, что есть сейчас. Сколько это будет рабочих мест? Ну и про зарплату уж тогда тоже. Сегодняшнее предприятие, объект Комбарка, с точки зрения его площади не изменится. То есть оно сегодня позволяет вместить вот три блока технологий, о которых я сказал. Значит, вся инфраструктура, которая там есть, она нас полностью устраивает. И мы ее только обновим. Ну, соответственно, с учетом физического износа фондов. Значит, на месте цехов, где раньше хранилось и уничтожалось химическое оружие, появятся современные цеха по переработке отходов, которые мы сейчас обсуждали. Соответственно, о численности сейчас говорить преждевременно, но по опыту деятельности таких заводов мы оцениваем, что только там в основном предприятии будет работать около 300 человек. Не считая там вспомогательных служб, всей инфраструктуры и так далее. Соответственно, тот уровень зарплат, который средний сегодня в Росатом, составляет 55 тысяч рублей на сегодняшний день. Да, это в среднем по отрасли. И эти объекты тоже не исключение. На всех сотрудников предприятия будут распространяться социальные гарантии для работников Росатома. Это и медицинская страховка, это и санитарно-курортное обеспечение. Не считайте льгот, которые по законодательству положены людям. Поэтому в целом эта территория объектов Камбаркова, как и других объектов по переработке отходов, является территорией, находящейся под крылом Росатома. Естественно, что мы заинтересованы в том, чтобы она развивалась, чтобы люди могли работать, получать достойную зарплату, приводить своих детей, готовить их, обучать. Потому что переработка отходов – это не здесь и сейчас. Это процесс, который мы должны пройти, и он должен стать частью нашей жизни. Какой завод, какой проект взят за основу для Камбарки? Чей? Если рассматривать технологии с точки зрения их внедрения, то мы взяли физико-химическую переработку за основу технологий, разработанной Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева. Это ведущий наш российский вуз в области создания химико-технологических производств. В том числе, большую роль они оказали при создании производств по переработке отходов на предприятиях, которые их образуют. Соответственно, за основу технологий переработки ртуцидержащих отходов мы взяли шведские разработки и немецкие, которые у них реализованы. За основу термической обработки мы взяли немецкие технологии, которые сегодня практически по всей Европе реализованы. А зачем мы ездили в Австрию? А в Австрии как раз один из... То есть там показывали два завода, один по физико-химической переработке, другой по термической переработке отходов, которые как раз немцами-то и созданы. То есть я понимаю, что такого предприятия, которое будет в Удмуртии, его пока ни одного примера нет. То есть мы будем первыми. В России, да? В России, конечно. В России сегодня, к сожалению, переработки отходов, особенно первого и второго класса, не уделяется никакого внимания. То есть как раз тот федеральный закон, который был в июле принят, он является той базой для начала этого пути по созданию отрасли переработки отходов. Но одновременно, как я знаю, ведется работа и с жителями других регионов, где тоже есть объекты по уничтожению химорожия. Да, четыре таких завода. А как там народ настроен? Народ имеет те же опасения, что и в Удмуртской республике. Те же чаяния, тоже желание знать, как, что, когда, где и насколько это будет безопасно. Естественно, на все эти вопросы мы максимально оперативно даем ответы. Для этого мы создали колл-центр, бесплатную телефонную линию, о которой вы говорили. Для этого мы в местах присутствия открыли общественные приемные, где можно прийти, задать вопросы, получить какую-то информацию, раздаточные материалы. Мы такие общественные приемные в крупных городах, там в Ижевске сейчас планируем запускать, в Саратове, в Кургане, соответственно, в Кирове. По опыту создания таких объектов, так же, как это было при уничтожении химоружия, когда у нас так же беспокоило это население, и они получали в такой виде информацию, так и по другим объектам Росатома. То есть это обычная практика работы с населением, разъяснения, максимальная открытость, понятность, своевременная информированность. Напомните, пожалуйста, еще раз, какая будет мощность этого предприятия. И многие говорят, многие, те, кто критикуют этот проект, уверяют, что не наберется у нас такого количества вещества для утилизации в Удмуртии. Слишком мало таких отходов, чтобы строить такой гигантский завод. Завод на самом деле не гигантский. Кто был в Камбарке, видит какой-то аккуратный и приятный завод во всех отношениях. Зеленая травка, красивые корпуса. Я вам советую съездить, посмотреть набег Камбарка. Это современная высокотехнологическая производство, когда все компактно связано и не представляет собой каких-то огромных производственных корпусов со множеством лишних узлов. Соответственно, 50 тысяч тонн – это проектная мощность, максимальная проектная мощность годовая, которая заявлена. Федеральным проектом, в рамках которого такой завод создается, предусмотрено 7 таких якорных предприятий. То есть это те предприятия, которые на сегодняшнем этапе, с учетом какого-то роста промышленности, способны обеспечивать переработку всех отходов. Естественно, мы говорим о тех отходах, которые сегодня находятся в официальной части, то есть те, которые предприятия заявляют. Есть еще теневой рынок, где предприятия утаивают свои отходы. Этот путь нам предстоит пройти. Я уверен, что такие предприятия будут появляться вновь и вновь. Например, в той же Австрии, там два десятка таких заводов, и мощность каждого из них гораздо больше 50 тысяч тонн. Это вопрос цивилизованного подхода к переработке отходов. Когда ты понимаешь, что все, что у тебя образовалось, ты должен сдать на специализированное предприятие, оно там перерабатывается, и у тебя и в мыслях нет, это куда-то там слить, куда-то вывезти и так далее. Это цивилизованный подход к обращению с отходом. Возведение завода, открытие его, это уже вопрос решенный? Или мы все-таки будем спрашивать мнение местных жителей? Готовы ли вы к референдуму или к чему-то там, к какой-то особой форме опроса людей? Или это будет, несмотря на то, что, может быть, многие не поймут и не поверят? Это не совсем корректная обстановка вопроса. Завод не строится, он сегодня есть. Он сегодня создан, и он сегодня перерабатывает отходы первого и второго класса опасности. Он уже закончил перерабатывать? Он не закончил переработку. Сейчас идет ликвидация последствий деятельности, где ежегодно там десятки тысяч тонн перерабатываются соответствующим образом, переводятся в инертный безопасный материал. Эта работа есть, она продолжается. И параллельно с этим модернизируются цеха, внедряются новые технологии, чтобы те люди, которые у нас накоплены, а это уникальный потенциал наш кадровый, те люди, которые знают и умеют, как работать с такими веществами, безопасный, те, на кого можно положиться, чтобы плавно перешли на новую работу, не потеряли свои рабочие места, их семьи остались источниками финансирования, и одновременно мы решили те проблемы экологические, которые есть перед нашей страной. То есть вопрос решен. Завод есть. Но мы же закрыли в Кизнере завод и закрыли. Он стоит и в общем-то... В Кизнере завод не закрыт. Там идут ликвидационные мероприятия точно такие. До сих пор. И они идут до 2024 года точно. Комбарка в этом плане раньше закончена. На что может рассчитывать сам город и сам район, если завод заработает? Когда он заработает? Ну, прежде всего, надо отметить, что Росатом в местах своего присутствия является всегда крупнейшим налогоплательщиком. А оборот этого завода, он достаточно большой и серьезный, с учетом его производительности, с учетом стоимости переработки отходов, вовлечения их обратно в хозяйственный оборот. Существенная доля этих налоговых отчислений на такой деятельности идет в муниципалитеты. То есть, например, в Комбарке сегодня объект по уничтожению химического оружия, которое существенно меньше по обороту, является крупнейшим налогоплательщиком. О чем же мы будем говорить, когда этот налоговый поток увеличится в несколько раз? Соответственно, там город Комбарка может там больше вкладываться в социальную инфраструктуру, в благоустройство территории, в развитие школ, больниц и так далее. Это вот прямое финансирование, собственно говоря, муниципалитета, где мы находимся. Я не говорю уже про налогов, которые уходят в субъект, в бюджет республики. Значит, не говорю уже про заработную плату, которая идет людям, которые создают добавочную стоимость, закупая товары и услуги. Кроме этого, существуют программы Росатома по поддержке талантливых детей, по поддержке каких-то общественных проектов. Они все находятся на сайте Росатома. Территория Комбарки, Комбарковского района, включена в территории, которые могут претендовать на такую поддержку. Им очень рассчитываем, что начиная с следующего года уже соответствующие общественные организации, соответствующие проекты будут подаваться туда, рассматриваться, поддерживаться и реализовываться. Возвращаясь к отходам, чьи отходы сюда повезут? Это ведь будут не только отходы предприятий Удмуртии? Конечно. То, что мы говорим с вами про ПТК, производство технических комплексов, это только небольшая часть той реформы, которая сегодня проводится в рамках закона, который принят в июле, в рамках целого федерального проекта. Соответственно, еще отдельными элементами такой системы является государственная информационная система по обращению с отходами первого-второго класса и федеральная схема. Государственная система, она уже создается, и она у нас в 2021 году вводится в эксплуатацию в полном объеме, а в 2020 году мы ее планируем эксплуатировать уже в пилотном режиме и очень рассчитываем на Удмуртскую республику в этом вопросе. И федеральная схема, которая в следующем году будет утверждена, как раз определяет те потоки, которые будут направляться на комбарку. Но мы уже сегодня понимаем, что прежде всего, это, конечно, предприятие Удмуртской республики и близлежащих регионов, которые ее окружают. Логистика как будет выстроена с близлежащими регионами? Как будет организована выставка? У нас автомобильный транспорт и железнодорожный транспорт заходят на объекты. Сейчас мы проводим соответствующую ревизию. Прежде всего, мы, конечно, ориентируемся на железнодорожный транспорт. Что будет дальше? Давайте по временным каким-то отрезкам. Вот вы приезжаете завтра в комбарку, отчитываетесь, рассказываете, сколько дней занимает презентация и что будет потом. Значит, обсуждение мы планируем завтра осуществить. Те вопросы, которые появятся позже, вопросы, замечания, предложения, мы их обязательно отработаем. Мы будем в таком пилотном режиме эту информацию опубликовывать. Соответственно, в ноябре-декабре мы проводим инженерные изыскания на объекте и разрабатываем вот эти технологические решения уже в объеме, который предусмотрен в проектной документации. Значит, соответственно, в январе-феврале, но, скорее всего, в феврале, просто с учетом праздников, мы планируем следующее большое мероприятие, где уже мы вот эти технологические решения, и предварительную оценку на окружающую среду в объеме проектной документации выносим на суд общественности и проводим вот это общественное обсуждение в порядке предусмотренного закона. По результатам этой процедуры мы уже формируем полностью проектную документацию и в апреле-май мы уже проводим финишную стадию общественных обсуждений. Дальше нам предстоит целый каскад государственных экспертиз, начиная от государственной экологической экспертизы, экспертизы промышленной безопасности, доходим до главной государственной экспертизы, и в 2020-2021 году мы планируем все эти экспертизы завершить. Так что в 2021 году мы могли приступить уже непосредственно к созданию здесь вот этих технологических установок. И? И в 2023 году у нас по плану ввод объекта в эксплуатацию. Не короткий или слишком это срок? Федеральный проект предусматривает такие сроки. Это задачи, которые перед нами поставлены, и сегодня все силы, в том числе Росатома, брошены на выполнение этой задачи. Задача амбициозная, но крайне важная и нужная нашей стране. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.